Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем проходить кампанию в игре Фроузенхейм, у нас вторая миссия под названием Возрождение. Погнали, за Вальгаллу. Буря не пощадила наши войска. Нужно собрать уцелевших и найти безопасное место, чтобы вылечить раненых. В общем, понятно. Как обычно, ищем потеряшек после бури. Как-то обычно бывает. Пошли. Будем двигаться по метке. Так, вот наша первая партия. Наши братья и сестры под атакой. Мы должны защитить деревню от вторженцев. Хорошо. У нас тут уже имеются войска какие-то. Это у нас, значит, скауты. Так, скаутов я, наверное, уведу, чтобы они не попали под раздачу. Все равно толку от них никакого. Так, вот эти ребята у нас, значит, вот вы. Вы идете тогда на базу. Дефить пока что. И пока все. Так, припасы разобрали. Понеслась. Тоже на защиту. Так, кладовщики пошли. Пока давайте построим тогда хижину рыбака. Раз. Пока усадьба нашего Ярвала фигачит, да? Заняться все равно нечем. Так, лесорубы пошли тогда вот сюда вот. Собиратели вот сюда. Почему они там остановились-то? Бегите быстрее. Ну, тем не менее, видите, все строится. Довольно успешно. Так, все, пришли, да? Вот и все. Мы выиграли битву, но если мы хотим вернуть себе контроль над этой территорией, нужно заслужить благосклонность богов. Только провидец сможет указать нам дорогу. Ясно. Я не против. Так, хорошо. Давайте нанимаем тогда ребят. Ну и в общем-то продолжаем искать. Продолжаем искать потеряшек. Вот у нас еще парочка ребят тут стоит, скучает. Скауты давайте в разведку пока. Посмотрим, что тут интересного на карте. Пока ничего, кроме вышки. Вот она, хижина этого пророка. Так, ребята, ребята, что же с вами делать? Давайте работайте. Мне нужно больше домов. У нас только один человек работает. Это непорядок. Все хорошо. Вот у нас припасы. Так, у нас снова тут бандиты, да? Так, давайте поставим колодец вот тут вот. Ладно, идем дальше. Замечательно. Больше народу. Ничего интересного вот это нет? Нет. Сон, на нас напали. И уж мать. Стена щитов нас спасет. Не уверен. Так, колодец есть, только у нас нет работников, да? Давайте тушим, ребята, тушим. Все еще никак не могут убить. Ну, кто кого. Все-таки я его убил. Хорошо. Повезло, повезло. Все, потушили мы усадьбу нашего ярла. Теперь он может спать спокойно. Дихий хижун направиться. Так, давайте все-таки тогда подойдем, наверное, мы нашим скаутом. Опять у меня камера не перемещается. Хотя вроде я его забиндил на тройку. Пока. Нет, нормально, все работает. Попробуем пройти вот тут вот. Как-то вот сюда пройти, да? Через кусты. Замечательно. Мы дальше развиваемся. Так, друид нам очень нужен прям друид. Давайте все сюда. Чего там? Разбежались, блин, я не знаю. Так, значит, нам нужно две хижины, две хижины рыбака и охотники. Кожевник потом пойдет. Склад пока не надо. Поле для тренировок. Давайте поставим тут, чтобы было на виду. Они все равно стоят. Я просто не понимаю, как это все управляется. То ли они застревают где-то там в текстурах. Он в горе просто у меня. Или где он вообще? Реально в горе. Что там, пещеру нашел, что ли? Бродяга. Да, это жесть какая-то. Да, нападение у нас регулярное. Так что я думаю, стоит поставить башенку. Смотровую, например, вот сюда, чтобы защищали мы и Ярла, и всех остальных. Будет нормально. Скорость, давайте. Вы нашли всех выслевших, остальных буря не пощадила. Хорошо. Так, замечательно. Отбились, пошли лечиться. Если получится. Значит, у нас шкура есть, одежды нет. Так, где у нас там кожевник-то? Опять напали. Что будешь делать-то, а? Просто не дают продохнуть. Ни секунды покоя. И у меня все ребята-то. Ты так и застрял там? Черт знает, что с ними делать. А больше у меня войск-то нету. Придется ждать башню и нанимать ребят. Чтобы оборонили. Ну, с башней уже будет попроще. Потом мы построим стену, когда накопим побольше дерева. Эки-таки тупят. Нет, все-таки рановато еще игру выпускать, видимо. Может, они просто тупят. Ничего с этим сделать не могу. Там волки еще гребаные. Ну-ка, давай сюда. Потом сюда. Мимо волков мы не пройдем. А жаль. Все, хорошее, пришли сюда. Ну и что, пришел я сюда. Хижина проявится. Могу за небольшое вознаграждение рассказать о месте великой силы. Так, какие-то вареное пиво и интересную байку. Надо собрать еды. Еда у нас имеется. Существует место особой силы, сокрытое от глаз простых смертных. Где-то за мостом, в далеких далях. Нужно собрать лучших воинов и дать отпор врагам, чтобы встретиться вам на пути. Короче, понятно, это местный блогер, который рассказывает интересные истории. Зайду. По итогу записи двух миссий в компании в закрытой бете могу сказать, что пока что в это играть как-то всерьез или даже ради забавы не особо-то интересно, потому что враги нападают постоянно, они тупые, их очень мало, сила врагов со временем не растет, поэтому контент в игре очень быстро кончается. Можно, конечно, пару часов поиграть, посмотреть на графику, какая она хорошая, посмотреть все здания, но, в общем-то, на этом и все. Да, игра выходит 20 мая, но выходит она только в ранний доступ, это надо понимать, поэтому игра еще будет разрабатываться в течение года. Разработчики планируют выпустить ее полностью в 2022-м, дополнив некоторыми новыми фишками. Короче, в этой месте я решил просто поразвиваться, построить здания, которые еще не успел построить в самом первом видео, и вам их показать. Так, хорошо, давайте зал старейшин поставим неподалеку от домов. У нас будет новый квартал, видимо, в будущем там, ну и рынок тоже, посмотрим, как он работает. Итак, зал старейшин, давайте посмотрим, что у нас вот имеется там. Клан оленя дает доступ к способностям развития и производства ресов, волка дает доступ к боевым способностям, дает доступ к исследовательским и мистическим способностям. Интересно. Давайте вот клан воронов выберем тогда. Астерьювщик. Объем трофейных ресурсов удваивается. Вот такой все. Открывает доступ к укрепленным парусам на верфи. Ага. Каждый год на карте открывается один враждебный объект. Каждый год на карте открывается один полезный объект. Давайте полезный лучше. Врагов, как говорится, и так найдем. Замечательно, что я там еще строил-то? Рынок, по-моему, да? Так, вот он рынок. То есть, можно обменивать ресы на что-либо. До кучи можно поставить еще верфь. Но все-таки я посмотрю на плавание. Как это будет выглядеть. Вот так вот будет. Замечательно, погнали. А как мне до села добраться, в общем? Понятно, да? На кораблях, что ли? Все, давайте. Ну, такая-то мясорубка, да? Они даже никаких не нарисовали парирований, типа, уклонений. Просто стоят и машут топором. Интересно, что воины спавнятся прямо тут вот, в лесу и на нас нападают. Так, у нас появилась верфь. Давайте наймем ребят и построим, например, большой корабль, крупный. Это будет интересно. Так, паруса малый, средний, широкий. По максимуму, короче, поставим корабль. Волк. Так, Волк, Волк получше будет. Да, снаряжение будет палатка, чтобы укрываться от стрел. И пусть строится. Эти проценты уже пошли. Так, разведчик, значит, идет сюда. Что-то не можешь выйти там. Бе ворота не открывают. Не тупите, давайте, капец какой-то. Короче, они застревают, видимо. Разведчик, я там застрял. Так, это что у нас тут? Святыня удовлетворяет религиозные нужды крестьян. Солнечный камень у нас увеличивает зоркость водных юнитов. Это интересно. Давайте изучим. Так, что у нас там по поводу храма? Ух ты, нифигасе он. Такой нехилый храм-то у нас. Все уже ребята собрали. Оказывается, ресурсы конечные. Я думал, что они бесконечные, но нет. Оказывается, они все-таки кончаются. Можно брать плавильню тогда. Что у нас там с железом все хорошо? Построим лучший храм. Ну и что, ребята, будете загружаться на лодку, нет? Да, слушайте, загружаются, реально. Огонь, в общем. Только мало вмещается их, да? Надо больше строить лодок. Значит, рынок, мы на еду поменяем дерево. Дороговато обмен, конечно, да? Замечательно. Давайте еще один кораблик. Все, построился у нас храм. Какие-то руны. Так, на зачищенных территориях вырастет лес. На землю обрушивается буря, ярость богов уничтожает вражеские поселения. Прикольно. Чистое небо улучшает обзор юнитов. Ветер увеличивает скорость водных юнитов. Эффективность производственных построек увеличивается на 100%. Стоимость и время исследования технологий в зале старейшем снижается на 50%. Ну что ж, любопытное благословение, только надо... А, слушайте, давайте-ка лес мы будем растить. Как это вообще активировать? Кто знает? Никто не знает. Ну-ка, справка. Так, могут молиться богам, получать благословение, которое можно открыть, установив контроль над руническими камнями. Ясом. То есть, нужны рунические камни, без них никуда. Это печально. Так, у нас построился еще один корабль, давайте. Осталось два, да? Ну и до кучи поставим еще один корабль и пойдем в атаку. Главное, все, хватит ждать, ускоряем время, строим корабль, грузимся, и плывем. Погнали. Погнали. Так, вот он мост. Необходимо нам, где-то там мы, видимо, высаживаемся. где-то там мы, видимо, высаживаемся и идем уже по узкой тропинке. Так, дальше вот сюда. У меня так и два корабля там тупят. Короче, по одному управлять. Потому что группы, они не очень-то плавают. Постоянно хотят развернуться куда-то. Зачем? Так, давайте сюда. Мы сюда. Все, высадились сами, да? Как только я к берегу подплыл. Интересно. Давайте пока вас спрячем в кустах. Мало ли что. Что тут будет? Так, еще один корабль подплывает. Я взял с собой только лучших воинов, в нашей деревне. Тут какой-то, блин, квест опять. Просто так не пропустим. Да, легко. Открываются врата. Опять лагерь бандитов. А, так это не враг. Я думал, это враг, но там враги не появляются. Просто какие-то квесты. Ярл, твои воины слабаки. Мы можем их обучить за небольшое вознаграждение. Давайте, вот ресурсы обучите. Так, захватываем вышку. все. Идем сюда. Все. Идем сюда. Все. Идем сюда. Такое впечатление. Так, а что у нас интересно вот тут? Ровным счетом ничего. и мы подходим к рунному камню. Замечательно. Сейчас, наверное, будет большая армия на деревню нападать. Я так подозреваю, что. Воины, сегодня мы услышали слова мудрого Одина. Мы должны отомстить за наших братьев и сестер, ведь в этом мире нет места для предателей. Хорошо. Так, сейчас давайте посмотрим, появились ли другие миссии, потому что я подозреваю, что в закрытой бете у нас только две миссии. Всего два задания в компании, так что если хотим дальше проходить, то придется ждать релиза. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Антик, всем удачки, всем пока.